наночастицы, их распыление перед жертвами и оседание в легких и внутренних органах. Как известно, нос этого рота для всего, что мы вдыхаем с воздухом, а также с носовыми пазухами связаны ушные каналы, внутреннее ухо. Заметил, что когда очищаешь носовые пазухи, для этого используя дыхание луком, также очищаются и прилегающие ушные каналы. После этого постоянный теннитус уменьшается, в 2К теряет свою силу. Когда же надышишься снова этой распыленной гадостью, все начинается заново. Поэтому им важно постоянно поддерживать приемлемый уровень накачки вашего организма. Также после этого огромное количество слизи проходит в трахею и ее можно выплюнуть. Однако немалая ее часть попадает и в пищевод. То, что не удалось высморкнуть и отхаркнуть оседает в желудке и прямо-таки чувствуется вибрация этой массы в нем при облучении воздействия, особенно трансляции радиосигналы и инфразвука. Эти частицы насильно распыляют перед нами, подают через вентиляцию, сбрасывают с самолетов. Также кому особо не повезло, будут выстреливать в вас с ними специальных приборов, которые схожи с мобильным телефоном. После этого чувствуется укол, а далее как будто нечто растекается под кожей и начинает вибрировать от сигналов и облучения. Очень часто стреляют по ногам, а также любят выстреливать в районе виска и уха. Начинается звон в ушах и чувствуется вибрация.